Бегом-бегом Станьте прямо, ровно Смотри, какие бегут Так, а где остальные? А ребятишки-то вообще где? Некоторые ушли Куда ушли? Я видел и сказал идти у кого-то забрать что-то А что-то забрать, ну ладно Вот сюда вот я скажу, сразу отходите Церковно-приходской совет, кто приехал? Виктор Андреевич, где? Он ушел Куда? Никто не имеет права никуда уходить Так, кто готовился к окрещению? Вот сюда выйдите К окрещению Дальше, кто поручители были? Выходите сюда Выходите Так, оставим полная свобода Кто куда хочет, может здесь заниматься, ходить Но только предупредить Воспитателя или кухонные работники Им разрешается знать Чтобы записали, знали где вас искать Свободны! Проходите, садимся за стол Виктора Андреевича надо позвать Виктора Андреевича надо позвать Он к батюшке ушел Да, он к батюшке тоже ушел Сейчас Никита кричит А здесь надо, чтобы совет был Надо его позвонить ему, чтобы он не подлежал Прижал, бегло А, позвонить, кто его позвонит? Проходите, Никита, проходите Надо снять его Пакет Дим, снимай, пожалуйста, пакет вот этот Свет-то можно подключить или не надо? Ну, можно Лампочку подкрути Она подключена, нет? Да, да, Дим, ты высокий Лампочку подкрути аккуратно Аккуратно Вот, все Так, мы вошли все Можно нашу камею подключить Ну, ладно, давай, 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 давай Ликтор Андреевич придет тогда Так, помолимся Господи Божий наш, слава Тебе Великий и милосердный Господь Из страшных правосудий Своем услыши нас Положи нам на сердце И открой истину Твою Только Ты, Господи, знаешь, сердцеведец Что на сердце у человека Будь милостив, благослови Отца Акима Умудри его И соверши это великое и страшное таинство Открывающее двери в Царство Небесное и в Церковь Христову Чтобы все были свидетелями Твоими Свидетелями святой истины Хвала Тебе, счастье и поклонение, Отец, Сыне и Святой Дух Аминь, 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 аминь Так, мы будем говорить в том порядке, садитесь Кто пойдет как батюшки, поэтому у нас, видите, время прям сжато, совсем мало времени Спрашивать будем Отвечать быстро Четко, ясно, ничего не утаивая Это не исповедь, но мы должны знать основные Побудительные причины Вы считали, у нас это есть Приблизительные вопросы к областям Все написали? Что там написано? Потом оставите, распишитесь и сложат, они останутся здесь Там и считать никто не будет Оно не остается, как свидетельство Такой у нас порядок Люди, которые давно верили, которые все знают Они четко по пунктам только отвечают и садятся То есть мы спросим еще и Еще не надо Которые впервые крестятся, то есть вообще ничего христианства не знали Ходили на занятия, как-то что-то услышали Здесь более подробно Те, которые приходят из сектантов Вот у нас есть такие из баптистов пришедшие Те отвечают четко, ясно Почему он избрал православие, почему не другое, почему оставляет свое О Христе, о его вере мы не спрашиваем даже Один вопрос и все, мы знаем, там все верят во Христа Там любят Библию, я правильно говорю? И поэтому нечего мне тут время зря терять Ну и как сидят, наверное, в этом Этот законоприходской совет у нас не полностью Но, значит, в этом количестве и будет Очки подбивать, плюс-минус Наше решение Выводы носят только рекомендательный характер Никакой юридической силы не имеют Кепку, кепку развлений Он самостоятельно решает допустить, не допустить Но он приглядывается Вопрос возникнет, а если он будет делать против Как говорится, мало не покажется Потому что на него это ляжет Он людей не знает и не видит, ни одной ночи с ними не было Я со всеми переписывался Это люди для нас не чужие Итак, начинаем с этого края Значит, фамилия, имя, отчество, все записывайте У меня бумаги даже нету Вставать? Да, конечно Вставать, ответить год рождения, фамилия, имя, отчество Сорокин Дмитрий Петрович, проживаю в городе Новосибирске 07-08-85 года Когда ты уверовал в Господа нашего Иисуса Христа И веришь ли ты в Него как в Бога и кто Он для тебя является? Господь является для меня спасителем моим личным Умер за меня, пролил свою драгоценную кровь, чтобы я был с Ним в раю По всем вопросам не будем спрашивать Почему ты решил, что крещение нужно получить истинное православие? И почему как бы костяно в нашей общине? Я увидел всю красоту и истину православной церкви И поэтому решил, что здесь истинное крещение, истинное причащение Истинные священники, рукоположенные Поэтому решил здесь креститься и остаться на сюда Я не все слышу, даже сейчас надену прибор Важное дело Так, вопросы задавайте комиссии Ну вот в Новосибирске, например, не подходили к батюшкам? Подходил Внятного ничего не объясняют У них только как бы... Ну они каноны практически не знают никто абсолютно Если даже по канонам что-то спрашиваешь, они говорят, что это не важно И поэтому я думаю, что это лукавство И приехал к вам в общину, потому что вы ведете достойный образ жизни Достойный Христа Семья вас не держит? Нет, я с ней и приехал Вы можете сказать, в какой момент у вас возникло желание Принять погружение То есть это крещение означает В какой момент? Ну когда это произошло? Что поводило к этому? Ну ролики остались натихнуть еще полтора года назад, примерно Я не помню точно Уже точно я утвердился, что буду креститься здесь в октябре 2015 года То есть вы посмотрев По крещению, да? Сематику такую Я понял всю глубину и истину Я уверовал У вас как-то это вот сердце такое? Ну да, я все время как бы молил Бога, чтобы он мне дал истинных людей, которые верят У Христа никого не боятся, не бесемеют Вот мне дал, это натихничек А вы думаете все вместе молитесь, нет? Ну так как мы протестантами были, молились вместе иногда Ну так вот, порзень У вас приехала с вами жена, а где она? Почему ее нет? Ей это все равно? Ну она как к крещению не идет, поэтому... Ну она не идет, но это муж Меняет направлением жизни своей В вашей семье будут разлады Обязательно будут Она будет держаться Можно позвать ее Позовите, пожалуйста Кирилл, позови Кирилл будут свои соотечественники Единоверства поддерживать Они будут против вас Это ясное дело, что тут Тропа войны Вот это место я, тут Андреич, сядь Сиди-сиди-сиди Ленина Степановна, садись сюда Что идет, Кирилл? Да, идет Вот это хорошо, у нас пятеро Пополам уже не будет Так, вопросы Из бактистов Человек Понимает крещение То есть и спрашивает крещение Вопросы к нему У кого какие? Вопросы из наших? У нас должны быть поручители Поручителей никого нет Получается я Мне иногда пишут Отец духовный Я ходил, я на интернете Пришла впервые Я духовно родилась Я думаю, рождаются дети Отец еще не знает Откуда Итак, в университете Да хоть покажи, встань Записка пришла, ну хоть один-то раз на свою дочь Надо взглянуть Вон она такая Значит, интернет все-таки иногда играет полезно Огромную роль играет интернет Он сейчас все чаще и чаще пользуется Так, вопрос Еще, у вас вот возникло желание Когда вы крестились А вот как вы пришли вообще к Богу-то? Кто вас привел? Ну, у нас как бы А, ну, привели меня проповеди Кента Хоэнда, баптиста Он в Америке проповедует И после этого я уверовал, что есть Бог Ну, я до этого как православный Псевдо-православный Который как бы верил, что Бог есть А кто Он такой, я не знал Я только после этого узнал, что все истинно в Библии написано Так, вы Слово Божие читаете каждый день? Как у вас? Да, конечно Любовь Свою Божию У вас есть желание как-то так сказать? Ну, конечно, я хочу полностью посвятить и отдать сюжет Ясное дело, из протестантов Вот этот вопрос только для Чтобы мы слух услышали, было записано Это и так понятно Все 100% протестантов имеют Библию Православному нужно учиться и учиться Так, конкретно по тому, что Он приходит Вопросы и ответы отвечены? Да А вы не разберете на тихо? Да я разберем Разберем Так, перепишите Почти печатаны Все, вы показали Так, вы свободны Следующее Сорокина Екатерина Петровна 56 лет Голосования-то не было? Не голосовали Игнать Тихонович За, против По-первых, не голосовали За кандидата Да, не проголосовали Еще вопрос, можно? Вы мне подсказывайте, потому что я тороплюсь Мне нужно к батюшке отправлять Руку подними Так Допрос еще можно? Ну, все, уже отголосовали Ну, говори, говори, что нужно Что понимаете по зарождению свыше? Истинное крещение Дух Святой Когда исходит на тебя Рождаешься свыше В церкви настоящей В церкви настоящей Мы говорили об этом, что крещение Это из трех этапов завершающий этап Ну, первая вера Первая это признание себя погибших грешников И тогда уже через веру во Христа мы ищем Спасителя Который берет на себя грех мира Раскаиваемся И дальше церковь открывает нам Отход к рождению в водах Как по трубе матери И церковь принимает его Мы нередко празднуем одновременно рождение и смерть Бывает то, аборт называется Но в божественном плане по-другому Во взрослом возрасте в крещении человек умирает Почему полное должно быть погружение? Умирает Почему православные такие, как мирские люди Они не умерли Не было погружения Не было обращения Не было покаяния истинного Батюшка снимет грехи Я батюшке принесла грехи Я говорю, сырье Вычинные засохшие шкуры тащите Рождение свыше Это признание абсолютной невозможности спасения Абсолютной Когда человек должен понять, что Бог никогда никому ничего не прощает за так Он не может простить Не может Это не его свойство Не может Как Бог не может? Он не может отречься себя Не может солгать, Писание говорит Он сказал И так и будет Ну что там Ева сделала, так разобраться Что она украла или что Нет И умирают миллиарды людей Какая страшная плата Режет животных Птиц Умирает рыба Все покрыла смерть Из-за того, что она протянула руку и взяла и откусила Мы не говорим, что она блюдо устроила там Ну, укусила И умирает И умирает-то сколько? До Христа пять тысяч пятьсот восемь лет И сейчас две тысячи пятнадцать Добавь Это же за что? В Адаме все умирают В Адаме все умирают До единого умирают Мы просто не можем Человеческим естеством воспринять это Как это? И Бог не может простить Это не его свойство Свойство его такое Возмездие за грех смерть Только смерть А мог он простить Адама? Не мог Иначе бы он упростил Не мог Потому что грех должен быть отомщен Искуплен страданием, смертью А для чего Бог пять с половиной тысяч лет Подготавливал Предблагословенный сосуд Деву Марию? Для чего Христу надлежало Родиться, бежать, испытать все скорби? Для чего тогда все? Тогда все это комедия одна была Ничего не было Это была истина Единственная истина Для посрамления сатаны Для восхваления имени Божьей И вот этого в православных вообще нету Ну, грешник, грешник, многогрешник Господи помилуй, сорок раз А армяне сто раз считают У них лестовка сто бобышек А какое покаяние? Как крестят? У них чаша Каждый подходит, руки опускает Все это крещение А священник туда руку опускает И мокрой ладошкой трет по лицу Вообще Протестанты Стараются Исторические церкви Вообще внимания не обращают Католики Там капелька там Капнет что-то и все Как Сатана смеялся надо всем И как это будет вечности выглядеть Мы не знаем, но видим, что не так А ты создай встречное течение Ты проси у Бога милости и никого не бояться В страхе есть мучения, слышал? А что такое страх? Если кто не знает, запишите Страх Это лишение помощи от рассудка Премудрость Соломона Страх это лишение помощи А рассудок говорит, никого не бойся, только Бога бойся Никого Бойся того, кто может душу у Гея не погубить и тело А кто? Того Иногда пишут с маленькость большой, не знаю, то ли дьявол погубит Дьявол не может погубить Господь имеет власть У него ключи ады и смерти Ключи от рая дал Петру Это исповедание А ключи ады и смерти у него в руках откровение говорит Признай себя погибшим окончательно безвозвратным Невозможным спастись Вот это первый шаг для рождения свыше Иначе ты не двинешься И ты должен, когда начало читать, сказать жене Жена Если эта книга права, Библия, мы погибли Погибли безвозвратно и навеки Ужас какой! Муж считает дальше, жена А еще есть надежды Библия говорит, что кто-то придет, кто-то спасет И он будет изъяжен за грехи наши Вначале читает Новый Завет, он говорит Он не знает, как сказать Спасены За нас умер Христос И взял не один грех, а грехи мира Евангелие 1, 29 Это все знают? А во Христе написано Все живут, вот первое воскресенье, первая смерть Блаженны и святы, имеющие участие в воскресенье первом В воскресенье духовном Вы получили его? Верую? Да Вы первый этап прошли? Да Если ты этого не ощутил Игнатий Гринчининов говорит, начни сначала, пока не поздно Ничего еще там не было Я радуюсь, прыгаю, там харизматы Я говорю, ты знал, что такое страх Божий адгиенский? А зачем мне это знать? Ничего там не было Началом ты пришел за мудростью Ты шел к премудрому, а начало мудрости страх Господень Притча 1.7 Другого начала нет Сирахов говорит О премудрости И конец, и венец мудрости Страх Господень В одном месте с большой буквы написано И приступили к страшному Страшному Кому Богу Суд называется Страшный суд И когда люди изгоняют страх Божий, изгоняют в ад златоус, говорит Бог для того пугает Для того говорит, чтобы не попал Сатана для того замазать, что ничего не будет, чтобы вернуть туда Это Божий сатанинский подход Православие все имеет И закрыли сундуки, запечатали за семью печатями Кто их снимет? Ты не думай, а меня отлучат, я узнал там Тебя неоткуда отлучать Не бойтесь, не те, кто уже испытал гонения И вы будете в православии Не те, кто на вас будут наседать Нисколько не обращайте внимания Архиерей запретит Незаконное отлучение падает на отлучающего А где это записано? Второзаконие 19.19 Запиши и прочитай Что ты хотел сделать другому, сделайте ему И святые отцы вывели отсюда закон Лжесвидетель должен погибнуть Не лжесвидетель, если одна из заповедей Просто И тогда последнее рождение свыше С верою приступающим И нужно спрашивать священник Верую и шли И после этого не опрокидывать на спину Это положение во гроб Абсолютно неверно А стоя не упирайтесь Ни за что за какие-то там перила не хватайся Сложи руки на груди И смотри на небо Не обирай там волосы, ничего не трогай Три раза погружение будет Оставь на память Вот в крещении отобразится твоя будущая жизнь Павел Олепский говорит Красиво Писели каких-то там иноверцев, иноземцев И когда смотрели мы Как лица их просияли Журнал Московской Патриархии все это опубликовал Лица их просияли светом Проси у Бога этого Видели? Да, мы видели это Но накануне было такое, что с одной покушался даже убить человека у нас Прямо накануне Пошли они Пошла купаться Она глухонемая Валя Янчук Хорошо плавает Только вода окунулась Пошла ко дну Я вижу рядом пирс Руку протянуть Еще не могу А на берегу лежат Одна у нас была такая Да долго под водой нету Но она дыхательной гимнастикой занимается Ее вытащили из воды Дыхательная гимнастика Будьте верны Ты из купели должен выйти другой И мы попросим, чтобы помолились в этот день о нас Самое высшее было бы счастье, если в этот день человек умер Очищенный, омытый, готовый шагнул в рай Как говорил священномученик Даниил Сысоев Как хорошо быть мучеником Минуем этажство Сразу в рай И Бог удостоил этой чести Вопросы? Голосуем Так Все Запишите здесь И батюшка это пристать На отдельной где-то Там вторая Я начала говорить Когда веровали Как и почему Вы здесь Сорокина Екатерина Петровна 56 лет Верю в Бога давно Ой С двадцати Смол Давно Так Не волнуйтесь Прямо говорить Да Иисус Христос погиб за нас За наши грехи И я хочу покреститься Чтобы быть ближе к Богу Чтобы больше понимать И приехала сюда Что поняла Что здесь истинное крещение И принять это крещение Умереть и возродиться В новой жизни Светлой И быть ближе к Богу Библию читаете? Читаю Библию Вы верите в крещение Не просто обещание Богу Доброй совести А прощение грехов Верю У баптистов не верят в это Они говорят в покаянии А там написано Когда Петра спросили что ли Покайтесь Не говори для прощения грехов Запятая И докрестится каждый из вас Своими Иисусом Христа Для прощения грехов Для прощения Тут больше толковать не надо 2.38 Деяния апостола И получите дар Святого Духа В 2.16 Деяния написано Пришел Ананий епископ К Савлу И говорит Брат что ты медлишь? Я спрашивал баптистов Когда он прощен? Да прощен А он говорит Встань крестись и омой грехи твои Еще очень непонятно то Омой где? Крестись и омой В крещении вода Так Вам пожелание Ищите в Новосибирске Большой город Много храмов Духовного священника И я Почему-то не сомневаюсь Они обязательно есть Мы признаем Благодатность Московской Патриархии Поищите И Бог укажет У нас есть люди Которые к нам приезжают Уже много лет Приняли крещение И они остались членами нашей общины Приезжают там во время поста Прищищаются Ну и все остальное Так что вы сами здесь смотрите Мы не вербуем Не тащим Но правила Мы уже услышали Узнали Вопросы? Вы в Бактийской были когда? Или только ходили смотрели? Я ходила смотрела Ну год Смотрела читала Вы у них крещение принимали? Да Ну Бактийская была Бактийская самая настоящая Они приняли и знают Что вы члены их общины И так и говорите Большой Никаких чтобы не было Вот я там мало была Много Приняла крещение Крещение Человека уже приговаривает к смерти Евреи разговаривают Я верю во Христа Ну еще и все Ну ладно там Это бывает Мессианские евреи Они его терпят Ну вот он принял крещение В этот день он взялся врагом И победит в смерти Крещение это тот рубеж Который показывает Где ты и с кем Даже уверование Еще не решает участие Крещение Мусульман так уверовал И они на этом ставят точки Они не понимают Это рубеж Ты заново родился в этом Голосуем Кто за Давай А как вы относитесь К святым отцам Православной церкви? Ну они не все У них больше коммерция Чем истина Она не поняла Как вы относитесь К святым Вот Иоанну Кронштадтскому Иоанну Златоусту допустим Как вы относитесь к святым? Хорошо отношусь А как еще сказать? Нет, вот как хорошо Хорошо В том плане Что их Духовные Какие то вот бы Допустим Наследия их Вы бы Как воспринимаете? Вот будете вы их читать Или не будете? Буду Будете читать То есть они вам дают что то Что вам дают они? Есть чем дают Открывают Да То есть они авторитетны для вас Да Авторитет есть А вы уже читали И что то из этих отцов? Вы заявляете что они для вас авторитет? Из святых не читала Но я верю в то что они святые Они уже пришли к этому Вопрос Скажите Отношение к иконопочитанию Какое вот? В православии иконопочитание Баптистов они отрицают Я молюсь на иконы И я была противницей Там и доказывала Я всегда ходила в православную церковь И доказывала что Ну я не могу Нужна икона У меня дома иконы И я молюсь Что мы знаем батюшка Да Читай очи наш Хорошо Библию читаю Вопросы есть? Голосуем У нас время Нужно отпускать двоих А у меня есть Это второй группе Я дочитаю Я дочитай Да да У меня есть Второй группе Посмотрите Идите к батюшке Батюшка просит двоих отправить Выходите Как то дайте знать Когда будете уже выходить Что наменяли на кого Шли пошли Так Давайте Дима Дал вопрос Следующий Он не переписал Он не переписал еще Ну как и есть А где Армаков Дмитрий Игоревич Армаков Дмитрий Игоревич 39 лет Ну и дальше Возраст где живете Москва 39 лет Живете Москва 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 Я не расслучил Так Кем вы работаете? В настоящий момент У меня так вот Перерыв Я не работаю Я собираюсь учиться А работали? По специальности По специальности Всю жизнь работал в милиции В уголовном розыске Да Да Милиция А Милиция Милиция Я думаю Стоит Как вы попали Вопрос Кем Как Почему вы Попал я к вам Если отматывать То Соответственно Когда у меня с работы Я ушел с работы Когда был на работе То есть все Время был конфликт Что я работаю Я после уголовного розыска Три года еще отработал в ДПС И работать там У меня был внутренний конфликт Что что то я делаю не так Ну естественно Со всеми вытекающими Отсюда последствиями Работаю в ДПС Вот Хоть там ни у кого там В карман никому не лез И с пистолетом в голове Не стоял никому Но все равно Что то внутренний конфликт был Ну Верующим По Понятиям Нашим Православным Я считал себя верующим Я считал себя крещеным Соответственно Окрестился я В школе Перед выпускным Классом Перед девятым классом Мне товарищ подошел Сказал Слушай вот Экзамен у нас Мы с тобой учимся Не очень хорошо Может быть Пойдем Покрестимся Может нам поможет Ну пойдем Вот Пришли Тут же подошли Там За ящик за свечной Подошли к батюшке Нас направили к батюшке Вот Батюшка так и так Ну пойдемте креститься Соответственно Там Мой товарищ стал моим крестным А он уже был на тот момент крещеным Ну и все Нас покрестили Я не помню даже как нас крестили Я вот у него просто Недавно спросил Слушай а как меня крестили то Вот Он говорит Ну по пояс разделся Стал над купелью Тебя облили И все И помазали И до свидания Облили даже Нет Не облили По пояс я разделся Нагнулся Над купелью У вас не облили Он просто ладошку еще так взял Ну я вот этого не помню Просто он на меня палил Как можно облить Того кто одевший Ну да Обливания нет никакого сегодня Есть Голый торс облил Мокрая ладошка Коснулась голубой головы Даже обливания никакого нету Да Вот Соответственно Ну и все Потом нам сказали Я даже не помню Разговаривали с нами о чем то или нет Ну как то в голове не отразилось Помню что Когда ушел Думаю что что Теперь грешить нельзя Вот Ну и как то думаю Подержался Подержался пару дней Ну а потом Думаю ну ладно Что Надо начинать Хватит уже Вот Соответственно ну и начал Вот И потом когда В работе вот этот конфликт настал И думаю как мне уйти Я сам не уйду Я понимаю что сам с работы не уйду Слишком все хорошо Вот Вот Ну а так А Господь так устоял Что Уйти пришлось Вот Меня ну скажем так Уволили Сказали там Слушай надо уходить Хоть мы с тобой в хороших отношениях Мы расстались там Обнимались все Но все равно Как то вот так И я сначала там сопротивлялся Сопротивлялся А потом Как то Буду А что Сейчас уже думаю что так и хорошо Произошло Потому что сам бы Ну повторюсь не ушел Вот И Как то внутренне В личной жизни Тоже был перелом И как то Задумался Ну и просматривал ролики В ютубе Соответственно просто там Как стандартный Осипов Стеняев И Другие там проповедники И как то Ролик Выкидывает И выкидывает Там Сидят какие то С бородой Что то там Напротив компьютера В какой то пошарпанной комнате Что то там Ну и внизу надпись какая то Вот Я думаю Ну сидят Сидят очередные какие то там Думаю староверы Там сейчас будут Лапшу на уши вешать Что там Путин плохой И все плохо Одни масоны Вот Ну и пропускал и пропускал Он все выскакивает и скакивает Ну думаю ну ладно Ну посмотрю Нажал посмотрел Ну вот И я не знал что Если я нажимаю Вот И что за этим следует Как разворачиваются события Потом Ну и вот Нажал Вот я здесь Это давно было Это было год Или полтора назад Соответственно Ну и потом По скайпу Было общение С Игнать Тихничным Вот Ну и так поговорили Ну и потом уже по почте Мы через mail.ru Пообщались Можно ли приехать Ну и дал добро Игнать Тихничным Ну вот мы собрались Трое человек еще там И соответственно все здесь Перед вами Дмитрий А вы женат? Я не женат Нет Ну у меня я был как бы Был Все нормально Детей есть? Детей нету То есть я не был женат Я как и все Не связаны с себя этим Да Да Может быть выходили здесь Пока с кем-то ближе познакомились Работали Ну как и все На работе Ну как говорится Патронировал чтобы кто-то вас Кто-то искупили Воспринял бы вас Даже так можно сказать У нас искупили Но вашим Восприемником был бы Кто? Никого нету Как Сергий Радонежский пришел Кто дрова колотит Никого нету Все заняты Один я свободный Я беру Вы видите что я Не настаиваю Не лезу Но там получается Никого нету Я вас буду воспринимать И поэтому буду наставлять И кем-то для вас буду Вы согласны? Да Запишите что он согласен Не сбежишь от меня? Если только на плечо вас положу Прямо стартанием Ну уже вы меня знаете Считали, видели Что для меня разницы нет Брат родной священник Или где не так Значит Патриархи обязательно написано Даже да он Бог дал мне Разумение Что будет суд Божий А остальное для меня Сразу скрылось за грезунком Будет суд Божий Будет суд Божий Будет судить Бог А остальное не имеет никакого значения Оно только Помогает Или Оттягивает назад Вопросов нет Голосуем Так Четверо Один Что? Воздержался Воздержался Он хочет не видеть Осторожно Так и напишите Садитесь Так Вы можете Если можно его пересадить подальше Чтобы он освободил Не видеть остальных А вы тогда пройдите сюда Если вам надо Вот Давайте Сюда положу Можете Можете здесь Садить Так Следующее Выписывайтесь Да Сидите здесь Разговорок Нет Так А как по-русски Жанна Иоанна Иоанна И она написано Мне желательно Чтобы слово Жанна Не произносилось Даже Все Прежнее отрезано Ну не буду же называть Ян который там Жан Жан это Ян Жан Он приехал Примел прящение В Афранции В Дежанном Останец Из Франции Кем работала Я училась в филологическом факультете Французского языка И закончила бакалавр Ну и те же вопросы стандартные Потому что Надо Нам хотя бы иметь представление Кем является Влад Христос Он является моим вечным Спасителем Который предал себя за мои грехи Чтобы дать мне жизнь вечную Можно привести место Писания? Приведи Не можно, а нужно Галатам 2.20 А что ныне живу по плоти То живу верою в Сына Божия Возлюбившего меня И предавшего себя за меня Кто нас познакомил с вами? Я увидела ваши ролики Через Юлия Третьякова Юля Третьякова А не Марина? Не Марина Кумщики? Нет Юля А как она сумела это сделать? Я сначала зашла на ее страницу Увидела фото потеряется Фото вашей общины Как-то не помню каким образом Нашла ваши ролики Я слышал, что у вас есть намерение остаться здесь? Да Что-то на 26-й намечается у вас тут? Понятно Понятно Виктор доедет нам на благовестие Нашел Во Франции Чем опасно благовестие, да? Про Виктора написано Воспитатель Виктор Савченко не спит Утром-вечером он в Библии читает Слава Богу Не украден, не убит И от пенки не шатает Он не курит, кажется, и от пенки не шатает И в конце Коплет такой Что он все делает С коней Ребятиша коней в огороде Стряпает Но если батюшка вдруг женит Ах, какого лагерь стану? Вала теряет Ну, своя телита нашлась и увела нашего вала Тереночка в мой лагерь, ребятишек Спасибо вам Ну что? У меня вопросов никаких нет Мы у них были, заезжали во Франции Видели Я слышал Может быть неправильно Мама будто бы вначале была против вашего Это так? Да Ну отец-то у вас вроде не родной там, да? Да Ну, одна из просьб моих была бы Если можно Дорогу туда забыть Слишком-слишком опасно И слишком-слишком далеко Это не рядом Ну, как было Ария легкая приехала Она же назад не ездила к отцу Лавану Никто не ездил Ушла, ушла навсегда Отрезанной ламой И без мужа, чтобы ее не было Покажи образец послушания И мужа не сделай под каблучником Это будет ужасно Я вам его недостатки примерно сказал Где трудно делать заднюю скорость на машине Вообще почти не умеет заднюю скорость давать И поэтому это означает Если отображается в реальной жизни Он не может осознать свою ошибку И перед женой или перед кем-то Сказать Да я виноват Это открывает путь к духовному родству А не так Я муж Куда она денется? Жена говорит Муж кулаком стукнул А куда она денется? Конечно это здорово Но нужно любовью Я в одном романе читал Мужики Эти они глупые мужики Их можно на нитечки вести Но если ты его раздодоришь Он упрется Как самый упрямый баран И его не утащить Втроем не утащишь Так что Смотри Имею опыт А Яков с четырьмя поправился Янда Какое выражение слышали? Благодать на благодать Что это означает? Только скажи еще следующее Это два раза только в Библии Поговорится Два раза Благодать 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 А то благодать на благодать Только два раза И совершенно несоизмеримой величины Но Писание сказало И мы даже произнести аминь Так? Но Моисеев закон говорит И пришла благодать на благодать Златонус говорит Первая благодать была Моисеев закон А на него пришел закон Христов А вторая Родительная Скажи А это женщина Жена 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 послушная Устыдливая жена Устыдливая жена Это благодать на благодать Она устыдится мужа позорить Она устыдится командовать Она устыдится его не накормлено отпустить Ты должна вставать Но несколько раньше времени Это все Мы можем научиться из Священного Писания. Она рано встает, ну, притча Соломона, последняя глава, там, 31-я, про жену. Вот так. У меня вопросов нет, я рядом буду зудить под боком. Поручитель кто? Поручитель. Вот он. Так, поручитель. Что скажешь? Давай. Я с Жанной познакомилась с Пасхи прошлого года. Юля Третьякова. Прежде ее узнала и рекомендовала. Сюда поближе подойдите. Ну ладно, ладно, подойдите. И что? Она хотела познакомиться с людьми нашего круга, которые поблизости. Ну и Юля меня ее рекомендовала, потому что я самая близкая была возле нее. И у нас начались беседы. Очень много мы беседовали на духовные темы. По скайпу? По скайпу, конечно, да. Она многим интересовалась, я ей много рассказывала, и своего опыта. И на вопрос о крещении у нее возник еще в прошлом году, до вашего благовестия. Она собиралась в прошлом году уже приехать, креститься. Но тут вы приехали, и ее сказали, что не надо далеко, и все такое прочее. Ну, получилось так, как Бог устроил. Вот. Потом, когда вы собрались к нам ехать, очень активное участие она приняла. Она сильно хотела, чтобы приехали благовестики в ее дом. Ну а во Франции более никого близкого не оказалось, кроме нее. И вот она созвонилась, сама очень напорно, настойчива. И приехали вы сначала к ней, а потом уже ко мне. Я рекомендую, думаю, что не постыжусь. Если бы ты знал, что кого-то приглашаешь, что тебя похитят оттуда, как хорошая грузина. И она, главное, настойчива, и папа вон такой-то. Хорошо бы вы на Троицу были, больше народу будет, а меня этим только разодорить и можно было. Я теперь гоню и гоню на Троицу, мы должны пройти там все эти государства, Италию, от папы Римского вырваться и приехать к ним. И тут-то было, посольство Великобритании заблокировало паспорта, не отдает и все. И поплыли мы, и пришли уже, Троица прошла. Они приняли, и у них очень бедно. Пост был, какие-то финики, они переживают, а мне то и надо. Обед прекрасный, я говорю. Она, вижу, смущается, ничего нету. Но их дом послужил отправной точкой, что мы не могли дальше ехать. А нам нужно было книги отправить на Ирландию, на Шотландию и библиотеку Великобритании. И у них книги, наверное, долго пролежали. Пока уже из Англии какое-то там... Да, весной забрали, да? Отправили книги, теперь она не зависела. То есть она уже тогда оказала нам немалую услугу. С мамой ее беседовала, я еще до встречи. Ну а нынче в аэропорту я с ними и познакомилась лично. С мамой и с папой. Поэтому я уже немножко семью знаю. Знаешь, что они не против, да? Да, да. Да, не против. Через это мы прошли все вместе. Потому что и с мамой приходилось беседы очень вести такие нормальные. Все, слава Богу. Устроилась. Второй поручитель, второй поручитель. Давай. А кто? Я познакомилась... Поближе. Я месяц... Ну так подойди. Кто тебя зовут, ты что-то оттуда? Я месяц так конкретно не могу сказать, что вот в апреле, в мае. Я знаю, что это случилось весной прошлого года, 14-го года, когда я в интернете увидела предложение о дружбе. И я приняла свои друзья. Потом я узнала, что это тоже потрудилась Юля Третьякова. Она заботилась об этой душе. И она очень хотела, чтобы она нашла выход в нашу общину. И когда я ее приняла к себе в друзья, то первая у нас беседа была о платке. В то время, видимо, это был у Иоанны больной вопрос, поскольку она тогда куда-то должна была пойти на работу. И там ей предлагали... Ну там у них, видать, это тоже, как и у нас. К платкам есть некоторые такие отношения предвзятые. И вот у нее вот это было. Как ей перешагнуть, как ей переступить через вот этот барьер. И у нас были с ней вот по платку беседы. Но это дальше нас привело к обсуждению, поскольку у нас в общине ведутся занятия по Слову Божию, по Евангелию. Мы в то время проходили послание, и у нас... Я приходила и ей рассказывала, что вот мы сегодня проходили вот такой-то вот урок. И больше всего у нас как-то бы остановились наши беседы на рождение свыше. И вот Евангелие Таана 3 главу, вот этот 5 стих, ну там с 1 по 5 стих мы вот это вот с ней рассматривали по скайпу. Она открывала, я только называла местописание, все, что это параллельно с этим связано, мы открывали, рассматривали, читали, изучали вместе. Выходили на некоторые другие вопросы, связанные с мусульманством. Меня это очень тоже интересовало. Потом у нас были общения по одежде, у нас некоторый обмен произошел с ней, посылочку я и посылочку. Она мне, то есть мы даже поменялись вот такими мелочами, уже фактически тряпочными такими платочками. Это вот атрибутикой такой. Вот, потом Виктор Николаевич уже когда съездил туда и попросил меня связать с ней, у Виктора Николаевича не было к ней адреса. Он попросил меня, я самовольно не посмела это сделать, позвонила к ней, связалась с ней, попросил у нее разрешения, если ты позволишь, то я дам ваш адрес Виктору Николаевичу. Получила добрый ответ и дала Виктору Николаевичу ее адрес, ну и дальше уже я попятилась назад и все передала в руки Виктору Николаевичу. Когда умерла первая жена после освобождения Федора Михайловича Достоевского, то он женился на Сниткиной. И вот теперь, когда уже все случилось, она секретарь у него была, переписывала все. И он ей там фотографию дал, говорит, как мы сочиняли, до чего мы досочиняли. Она сделала с конторы по переписке его книг, так сказали. Кабы не она, ну много было не написано было. Он только диктовал, она быстро писала, с секретарью печатала. Ну вот будь такой, понимаете, от каждой жены можно взять полезное. Прошу церковный совет, учесть ее такую жажду познания Слова Божия, учесть. Да, вот представьте, много ли люди встречали таких людей, которые говорят, у меня сегодня знаменательный день. Ну догадайся, что? Рождение свое, рождение обыкновенное, значит надо как-то отметить. Не догадайтесь. Он говорит, вчера я закончил опять читать Библию откровением, с завтрашнего дня снова открываю бытие. Знаменательный день. Это Виктор Николаевич мне говорит. Видите как? Вот это надо перенять, чтобы Библия не исходила со стола и из рук и сердца. И все сверять с ней. Нет этого Библии, рассуждать не о чем. Много что нанесено в церкви, много. И святые отцы смотрели внимательно. А он пастырь. Хорошее слово, если она за того. Избирай пастыря, не избери волка. Вот и все. Какие он слова, шесть слов там о священстве сказал. А сам стал в конце концов священником. Так что надо довольствоваться малым, а остальное как Богу угодно. Вопросы? Голосуем. О, Виктор смотри, две руки скинул. Ну еще бы. Смотри, это самый тяжелый хомут, самое большое удовольствие в жизни. Самый большой позор будет, если будешь подкаблучником. Тут тогда беда будет. Беда, война, гром, молнии, пожар. Ну и что хуже. Да ты муж это обращает. К крутостью, там, горящие угли. Да я, может, только горящим утюгом усехами. Ну что, следующее. Борисович. Киняйкина Елена Валерьевна. Погромче говори. Но болтаюсь. Сурок лет. Так, Паша, надо писали где. Так, нет, вы отдельно листик дайте. Это в архиве будет. Игорь Михайлович, можно идти вдвоем? Еще не позвонили. Сколько время? 10.05. Пять минут одиннадцатого. Пять минут одиннадцатого. Скажем, батюшка будет подробно, подробно. Это не исходит. Покаяние исходит. На имя подготовка к крещению. Так что... У нас было такое. Было это уже здесь. Проголосовали. Человека не допускать. Но она вышла здесь. Плащет и плащет. Ваша... Мы стали разговаривать. И, в общем-то, по исповеданию все было. Пришлось ехать снова к батюшке. Ну и говорить, что сам смотри, ну вот человек сказал. Было так, что батюшке я рассказывал. Здесь одна девица. Она в университете училась. И батюшке там помогала. Матюшке понравилось. Почему ее не крестить? Мы проголосовали. Чуть ли не все против. Батюшка, видимо, это заинтересовало. И он говорит, вы все делайте, как Игнати скажет. Батюшка, это легко провернуть? Сейчас им даем задание. И каждый пишет сам. Меня не будет, что ты вроде не диктовал. Но это батюшка уже гиперболическое, так скажем, выражение. Я объявил выходной. И они пошли в степь в разные стороны, кто куда. Пишите одни, что вам ветер скажет. И они написали. И батюшке на стол положили. И батюшка отказался крестить. Потом она на следующий год крестилась и сказала, хорошо, что меня тогда не допустили. Ну, видите как. Так что попытки сказать, что я тут рулю и диктую писать, что не имеет под собой никакого обоснования. Когда писали, кто как пришел в общину. И в книге написали. Тут у барабаш было. А отец говорит их, видно, коммунист. А что пишите, ты Игнатию продиктовал. Он даже не знал, что вы писали. А я откуда знал бы. Виктор Николаевич, он характеристик, он учитель. Одного ученика написал. А я поместил в книге. Отец, что написал-то, Игнатию написал это. То есть, в них отпечаток такой. Я говорю, как я вам узнать, что учителю хамил, что он там пролил специально, портил дневники. Откуда бы я знал-то это? Он писал своей рукой. Писал, потеряйте, я в Барнауле. Это, знаете, чего-то стоит, я скажу. Нужно так работать, чтобы ты буквально весь остался там. Правильно, подражайте мне, как я Христу. Если образ Павла в ком-то отобразился, разве было бы худо? Остается одно, чтобы мы были похожи на Павла. А то ведь может быть похоже само чудо в перьях, глядя на нас, щучело огородное. И будут подражать, а подражают. Родители неверующие были. И все, как вам, были неверующие. На детей родила, поверила в первую дочь. Покрестила сама Акрафремия. Потом очень долго не была нигде в церкви, никуда не ходила, знаний-то не хватало. А чего возникла вера-то? Вот родила и поверила. Не сам же акт рождения привел к вере. Дев знала, что есть какая-то, есть кто-то, есть кто-то наблюдает, кто смотрит на них. Душа, душа, она чувствовала, что есть помимо людей, есть кто-то. Но это было на ощущениях. То есть я не так боялась совести, воспитанную родителями, как собственная совесть была. Откуда она, что, потому что с родителями некоторые вещи у меня были разногласили. Ну это понятно у ребенка, но оно… Потом, когда в церковь пошла, там знаний, конечно, не дают. Там укропили, так все и осталось. Да вера осталась. А что есть вера? Вера в знания. Знания о Боге. А где Сергей Попков? Сядь сюда. А как в Библии определяют веру? Слово, Слово и Божие. От чего вера возникает? От слова. От слышания. Вера от слышания, от слышания от Слова Божия. От слышания от Слова Божия. Вот вера-то она от Слова Божия, когда возникла? Возникла она? Возникла, когда пришли следители головы в дверь стучали. Когда это случилось? Это было 10 лет назад. И ты к ним ходили? Ну они сперва сами ходили. То есть занятия они на дому устраивали. Сколько это по времени не было? У вас на дому? Да. Да. Мы ходили домой, занимались. У нас каждую пятницу были занятия. Две сестры или братцы, сестру. И потом я туда сама пошла. То есть я ходила какое-то время на собрание. Но дошла до крещения. И они так же вот сидели. Я оттуда, они согласились. А я оттуда пошла, мне не могу. Как будто вот кого-то предают. Ощущение такое. Больше я говорю, нет, я у вас крестец. Не приняла крещения? Ну душа моя не приняла. Я шла оттуда, меня аж поташляла. Шла так. Не знаю почему. Они потом ходили. Лена, все, ты готовая. Все. Ты вот наша. А я не могу. Вот эти 10 лет они каждый раз звонили. У меня там и подруга была. Они приходили. И все звали. И звали. И звали. Десять лет они вот так в округ до выхода. Вы с ними участвовали в этих вот хождениях в проповеди? Было. По домам. По домам ходила. Была проповедь. Была. Я раза два ходила. С братом и сыном. Просто маленькие дети. Ну, семья, дети маленькие, да. Или ты с мамой ходила? Нет. Слово. Они же с Библией ходят. Они проповедуют. Открывают Библию. И стихи зачитывают. И знания передают. Там ничего такого я не увидела. Тем более. А увидела разногласия, когда в итоге получилось так, что года полтора назад у меня в семье начались проблемы. Я осталась практически одна с верой в Бога. То есть все дети выросли. Они не верят в Бога. Боже, кто же. И началось свой город организм в семье. То есть я не могла ничего сказать. Читала в одиночку. Может, все ему нужно. Все у вас. Боже. Я читала. Православные храмы-то посещали? Да. Я посещать начала. Так я еще пару раз ходила к ним в выходные дни. И вопросы, которые у меня возникали, они мне не ответили. Не смогли мне ответить. Какие вопросы? Братья. Ну, потому что у меня проблемы пошли. Как вот даже справиться с этим всем. Выйти из этой ситуации. Потому что мир давит. И давит очень сильно. И ты уже пищишь и не знаешь куда. Один на один. То есть верующих то, что действительно может мне помочь, никто не мог. Так, отбрасывали. Вот это почитай, это почитай. Они пытались, но мне это не помогало. Просто не помогало. Даже был момент, когда я думала, наверное, от всех этих проблем с этим. И начала задавать вопросы в интернете. Задавать вопросы начала ровно полгода назад в интернете. И главное, как только задам вопрос, отвечает только батюшка Православной Церкви. Свидетели ГОВ, открывая их сайт, не отвечают. Снова вопрос задает, отвечает хорошо батюшка. То есть сайты. Сайты именно Православной Церкви. Я задалась вопрос, почему святители ГОВ не могут дать вопрос. У них же сайт есть. А они вокруг да около ходят. А чтобы души облегчение было, не могут. А посчитаешь ответ батюшки. Согласно канону открывают. У них же еще святители ГОВ, они не почитают святых отцов. Они не знают. И помощи никакой нет. Вот так вот. И у меня пошло, что разница. Как давно вы расстались с эргаристами? Год назад больше. Год назад больше даже. Но одна рассталась, потому что увидела, что у них идет разногласие в Библии. То есть прям нашла сайт, где идет православная Библия и синодальный перевод. И свидетели ГОВ. Разница. Разница. Вот это вот каждый раз. Открываешь и видишь. Но только в электронном виде вы увидели разницу. А вот сами-то вы читали у них Библию, ходили с ними с Библией. Не видели разницу? Или вы еще тогда просто синодальные переводы не видели? Когда у тебя Библия, Елена, появилась? Синодальный перевод, когда? Синодальный перевод у меня начался тогда, я его открыла. Когда начались вопросы и отвечать начали именно православные церкви на вопросы. И тогда я в интернете Замбива нашла сайт с православностью на дальний перевод Библии. И тогда я увидела и разницу. Подробности не надо, это уже другие вопросы. Семейное положение у каждого нужно записать. Семейное положение. Я разведена. Официально? Да. Что говорите? В разводе, официально в разводе. Дело в том, что недавно мне пришлось услышать такую историю. Человек принимает крещение. Но принимает крещение, все прошлое позади. Если он омыт кровью Христовой, смысл понятен. Вот, допустим, существуют каноны. Если бы каноны все сейчас соблюдали в Московской Патриархии, а я говорю их нарушается из 719 и 413. Я работал над этим не один год, пока эти данные выставил. И представил их в Синоги. Но некоторые ухватились за это. И сегодня уже прям меня подталкивает к непризнанию благодатности Московской Патриархии. Это тот шаг, на который я не шел и никогда не пойду. То есть мы бы не были здесь, были бы мы у Агафангела Пашковского, Украина. Или у Тихона Пасечник, фамилия его у Томска, архиепископ. Но у них первый пункт для нас непереходимый. Признать безблагодатность Московской Патриархии. Может быть у них другого мутить по-другому, но именно так. И вот какая история. Если не признаете вы это за крещение, то что они там мочат за деньги и прочее. Как вы можете признавать другие таинства? Мы говорим, если он там был миропомазан, здесь не совершается. Мы в это верим. Ну а и венчание, которое это было, допустим, венчано было, а веры никакой не было. Ну все венчаются, я венчалась. Так это действительно будет или недействительно? Хорошо бы не действительно, потому что здесь я нашел девицу там или она нашла его. Как быть? Действительно, если так разобраться, он ничего не знал. Пришел в церковь, никакой веры не было. Такое крещение не является крещением, обман. Это у Милыша написано, у других епископов, там турки принимали. Детей крестили в детстве, правильно крестили с погружением. Потому что они бесноватые, чтобы бес отошел. А это все выявилось, когда и церковь не признала. Хотя правильно произнесенным церковь крещение священник давал крещение аннулировать. А спрашивается, ну если на этой основе принять так, тогда и венчание это никакой силы не имело. Какое, когда она у него была пятая манька, шестая танька. Кого, с кем он. И там венчают, как Пугачева несколько раз при живых мужьях, если они мужья все эти мальчики ее были. Как быть в этой обстановке? Ну я стал думать, а все, что так. Вот сказать бы у вас в общине, вот если она была там венчанной или он венчанной, батюшка будет венчать? Нет. Определенно нет. Мы признаем венчание московской патриархии, какого бы оно ни было. А как быть? Я опять дальше молюсь. Ну а ты там принимал это? Да я никакого таинства не знал. Я думал, что это лучше будет не разведено. Мне выйдет собой выход такой, где венчали и развенчивают там. Подать заявление и описка, описка пришает. У него в бракоразводных дел вот такие пачки. Это определенно. Но написано, при живом муже, при живой жене выйдет замуж. Кем он называется? Там указано было. Ну у церкви есть такое. Она сошла с ума. В дурдоме находится 7 дней, 7 годов. Вот церковь разрешает. Врачи дали необратимую у нее болезнь. И она женится. Женится. То есть аннулируется брак. Правильно или неправильно? Это в церкви официально. Официально. Или, допустим, он на поле брони был, в Чечне потерялся. Она одна, молодая. В 18 лет только поженились. Венчание законы было. Да, законы. Любили друг друга. Его призвали. Убили и в плену зарезали. Ну, я могу сейчас ошибиться, но это то ли меняет эту церковь. 5 или 7 лет. Если никаких свидетельств не было, заново идет рассмотрение дела. И церковь ее разрешает от этого брака. А он освободился. Ну вот эта книга. Отец Арсений. Это так у него и было там с Матфеем. Никто не думал, что живой будет. Он вышел. С женой любили они друг друга. И вдруг он явился домой, приходит там друг друга. Она онемела буквально, что она точно знала, что этот законный муж теперь помещались. Он только прошептал, а как же я? Понимаете? Ну, просто прикинь себе обстановку-то. И он понял, это знак Божий. Принял монашество, священство и пошел этим путем. Ну, так в книге написано. Мне видится так. Пойти к архиерею, если такое где-то у кого-то будет, я неопределенно говорю. И все это изложить. Архиерей решает, священник ничего не решит. А если бы у вас вообще не было, мы бы отправили туда же, где венчался. Как мы можем развенчивать? Мы не венчали. Но браки признаем мы, чтобы нам потом не стали. А, они все таинства наши попирают. Ни одного не попираем. Мы не признаем то, что его где не было. Мы веропомазание, венчание, причащение, мы все признаем. Ну, а если они там его сняли, и там же и повенчали. Это не наше. Ну, а теперь вот, допустим, эти люди у вас приняли крещение. Я просто такую составляю картину-то. А теперь они все сделали, повенчались, а вы не разрешали им венчаться. А теперь вы их примете или нет? Члены общины примем, но будут стоять соглашенными. А сколько? А вот тут уже вопрос решается с другой стороны. Здесь уже решать будет на другом уровне. То есть я, например, вижу, чтобы все было законно, ничто не нарушено. Если у кого-то такая ситуация сложится, идти только путем. Через священство, через лепископат Московского Патриархата. Никуда в сторону. Если стоит один шаг сделать в сторону, ничто не помешает сделать второй. Останешься без церкви. Может кто-то не согласен с этим, но я выразил лично мое мнение, мое расследование, как это сделать, чтобы это было как положено. Вот так. А сколько, сколько? Вот только один срок не решается. Ну, думаю, что несколько лет будут стоять такие люди в притворе. Потому что они не первый брак. А второй брак отлучают законно даже в той церкви на два года. Венчают и сразу обоих отлучают. А если третий брак был, жена умерла, венчают и на пять лет обоих отлучают. Так как это так? Ну, это уже в канонах указано. И священник не имеет права присутствовать на обеде, который будет у таких людей. Не конкретизирую ничего. Это вопрос, после обращения к Богу рождения священника, самый сложный семейный вопрос. И решить его, если уже хотите или услышите как прямо, это прямо, при живом муже, какой бы он ни был. А он запился, он наркоман, он сидит, не вылазит, при живом, пока не получишь похоронную. У Достоевского написано, он с какими-то там шлялся, и когда услышал, что она со студентом где-то была и умерла, так он бежал по городу и кричал, ныне отпущаешь раба твоего, то есть законно могу жениться. Вот так. Ну что, голосовики? Я хотела задать, можно еще один вопрос? Вопрос есть. Лена, ты сама готова к окрещению, вот скажи? Сама лично, ты готова к окрещению? Да. А еще? Я не знаю, готова или нет, но я очень хочу. Мне это надо. Твое отношение к Иисусу Христу. Она была сколько у нас, ни одного замечания у нее не было. Вопрос задает брат. Твое отношение к Иисусу Христу. Вы вставьте. Я вставил. Я много дам. Учился. А кто Он есть, Иисус Христов? Для тебя лично. Бог Спаситель. Спаситель моей души. Он за мои грехи. Марина Геннадьевна, поручитель, просила зачитать ее ходатайство. Обязательно. Марина Геннадьевна, секретарь нашей общины. Это жена Игоря Третьякова. Этого дымового. Самый такой мобильный. Нам еще Юлия позвонить ей. Что? Еще Юлия просила позвонить ей. Потому что она приехать не имеет возможности. Юлия, вот так звоните. Позвоните ей. Давай, набирай ее. Пока я читаю, набирайте. Пусть выходит на меня. Елена Викторовна Андреевича. Церковно-приходской совет Креста Воззрежинской общины, город Барнаул. Настоятелю Креста Воззрежинского общества, города Барнаула, протею от свою химу. Ходатайство. Я, Дыбунова Марина Геннадьевна, секретарь Креста Воззрежинской общины, прошу учесть мой голос при голосовании как «За» при рассмотрении допуска к окрещению следующих кандидатур Физулова Бориса, Исправниковой Жанны, Киняйкиной Елены. Отдельно хочу сказать о Елене Киняйкиной. Я познакомилась с Еленой в нашем храме весной этого года, когда она только начала его посещать. Мы начали общаться, поэтому само собой получилось. Все. Тихо. Один пришел в следующий, может идти? Нет. Уже все? Угу. Так, двое, кто остальные прошли, идите туда. Идите, хватишься. Мама, у нас сейчас... Ну говори. Мы не знали это. Что там... Да мы затянулись. Так, вперед идите. Вместе. Юль, ты чего это молчишь-то? Говори. Алло. Ну говори. Ну. Иди храней еще дай. На, лихтарадей, чтобы было слышно. Алло. Мира, Мира. Передавай каждое слово ее. Подожди. Ты позвони на мой телефон. У меня громкая связь. Я включу громкую связь. Есть у тебя мой номер? Да, да. Здесь нет громкой связи. Все. Потом сделаешь. Выходи. Мы начали общаться по этому с собой с собой. Получилось, что я стал ее поручителем. Но перед подачей ее заявления на крещение... Игнатий Тихонович Лапкин. Алло. С миром. С миром. Слышно меня хорошо, да? Да, слышно. Выключились? Да. Полине, что я могу сказать. Но учителям ее меня назначили на Тихонович Лапкин. Это было три месяца назад, когда она пришла к нам. Лена. Общение со мной со стороны Лены как-то было резким. Она затянулась и шла на контакт. Она через меня получила Библию в синодальном переводе. Это было два месяца назад. До этого она читала Библию в переводе Нового Мира, который получил у Егорича. В близких, дружеских отношениях стоит Лена с Мариной Гебуновым, с Сергеем, с Путковым. Я просила Лену звонить мне, но задавать вопросы каких-то. Но она звонила редко, и вопросов конкретных не было. Она предпочитала советоваться с Мариной Гебуновой. У Лены срок оглашения около трех месяцев. По моему мнению, он короткий для человека, который пришел из мира, да еще и был заражен сектантским мироучением. Лена посещала собрание, так называемое, у Егористов. Готовилась там принять крещение, но не была допущена. Когда пришла к нам в общую, Лена говорила, что почувствовала, что здесь истина. То есть она почувствовала в начале, когда была у Егористов, что ей там хорошо. Но, может, стало что-то не то. Здесь тоже почувствовала, то есть основывается на чувствах. По Библии знания у нее еще очень маленькие. Сама она говорила в общении со мной, что только в целом путь христианский находится при начале пути. С ее слов в голове у нее много мух от яголистского вероучения. То есть она толкованием понимания Библии еще оставила свой след пребывания у свидетелей Его. И непонятна мне позиция Лены по кминному вопросу. Она не дала мне четкого ответа на этот вопрос. Вот это все, что я могу сказать. И я против того, чтобы она в этом году крестилась. Поготовиться ей нужно еще. Вопрос есть? Благодарим. Игнатий говорит. Хорошо. Все, брату поклон. С Богом. Спасибо Господи. Спасибо Христос. Дело тут несколько редко такое получилось. Марина очень хотела быть поручителем. Я же думал, что поручитель должен быть другой. Зная ее духовное состояние, ее наклонности, я уже сказал, что будет Юля. А в это время как-то где-то сбоку опять. Я сказал, что отменяется. Марина не поручитель. Она может быть третьим поручителем, хотя у нас двое. Чтобы Марину-то не обидеть. А чего ради? Почему я не могу быть, когда у нее такие отношения? Ну, я выразил свое мнение. И два поручителя цели, ладно, пусть будет третий. Тогда она поручителем является. Ее сбрасывать не надо. Но она односторонне Марина смотрит. Юля раскрыла более широко. Что интересно, Юля, когда коснулась крещения принимать, у нее поручительным была Наталья Приходько. И точно такую же характеристику ей давала. Она не шла на контакт. Она такая, и от лучей есть. Ну и нет. А эта дочка вот сидит, которая говорит. Это ее дочь. Она закончила медуниверситет с красным дипломом. Член нашей общины. Вот. Дочь старше Акирина, сейчас Агафья. Вот. Это к делу сказать, как называть имена по календарю. Поэтому мимо не идет. Вот эти люди, которые были рядом. Ну я все-таки прочитаю ее. Обязательно. Когда ты стоишь. Еще раз. Отдельно хочу сказать о Елене Кеняйкиной. Я познакомился с Еленой в нашем краме весной этого года, когда она только начала его посещать. Мы начали общаться. Поэтому само собой получилось, что я стала ее поручителем. Но перед подачей ее заявления на крещение, Игнатий Тихонович Лапкин посоветовал Лене взять поручителями Татьяну Кузьминичну Капустину и Юлю Викторовну Третьякову. Этот совет Леной был принят. Но общаться с ней я не перестала, а продолжала принимать участие в ее жизни. На основании этого общения могу характеризовать Лену следующим образом. У нее непростая ситуация в семье. Ее близкие восприняли негативно то, что она уверовала. Но это не стало для нее препятствием. Она не порвала отношения с детьми, что позволяет ей продолжать рассказывать им о Христе, но твердо обозначила свою позицию христианки и свела это общение к минимуму, чтобы это не повредило ее духовной жизни. Не позволяет насмешкам и обвинениям близких влиять на себя и сомневаться в верности выбранного пути. Ей пришлось претерпеть гонения и на работе. Коллеги подвергали ее критике, насмешкам за ее целомудренный внешний вид, платок, длинные юбки и скромное поведение. Провоцировали высказываниями, что она попала в секту. Лена и там за свидетельство во Христе о своем уверовании проявила твердость. Постоянно посещает благослужение в нашем храме. Обличение принимает причем не слепо, а с дальнейшим исследованием. Конечно, ей еще не хватает знания Писания и опыта духовной жизни, что приводит к тому, что она не всегда понимает, как вести себя по-христиански в той или иной ситуации. Но она работает над этим. Посещает исключительно все занятия по изучению Библии, и те, что идут по воскресеньям в храме после службы, и те, что дважды в неделю проходят на квартирах у братьев. Принимает активное участие в благовестии, не стесняется говорить людям о Христе и приглашает посетить наш сайт. С братьями читать по Златоусту, с братьями и ее сестрами, и сестрами доброжелательно. Всегда готова прийти на помощь. Свою греховность осознает и даже была уже на исповеди. Проявляла настойчивость и инициативу в общении со своими поручителями. Не только охотно шла с ними на контакт, но и сама постоянно обращалась к ним с вопросами и за помощью. Лена уже взрослый человек, со многим столкнувшись в своей жизни. Поэтому в ее вере нет экзальтации. Она осознанно пришла в общину и чувствует себя в своей среде христиан. Никаких препятствий к допуску Лены к окрещению нет. Она принимает Христа как своего личного Спасителя, принимает авторитет Слова Божия, осознает свою греховность, работу над собой будет продолжать, свое будущее видит в общине. Поэтому я когда-то стою перед Советом и Отцом Иакимом о принятии положительного решения о допуске Елены Киняйкиной к окрещению в этом году. Прошу еще принять во внимание то, в какое непростое время мы живем. Конечно, никакое время не бывает простым. Нам же повезло с теми невиданными свободами, которые даровал нам сегодня Господь. Но говоря «непростое», я имею в виду статус нашей общины на сегодняшний день. Мы не знаем, позволит ли Господь сохранить этот статус до следующего дня крещения. Мы сейчас в переносном смысле, конечно, как те первые христиане, начинающим плыть в храме, начинающим плыть в храме, когда священники торопились окрестить всех оглашенных, пока огонь и дым позволяли это делать. Ведь уже то, что эти оглашенные пришли в этот храм, несмотря на опасность, говорило о том, что они достойны крещения. Марина Геннадьевна Добумова, июль 2015 года. Ну вот наложим, что говорила Юля и говорила правду. И наложим, что говорит Марина Геннадьевна, тоже правду. Понимаете, вот я все учитываю это и теперь думаю как. Вот у нас здесь были в деревне, проходит три года, четыре. Все исповедует правильно. Я голосую против, батюшка вызывает меня. Вот против, он прислушивается. А почему против? Я говорю, не было у него духовного рождения. Ты еще определяешь по себе, чтобы все были как ты. Я отступил. Исповедует, что вот вода, что мешает креститься. Вы видите, еблых едет, когда все правильно, все так. Итак, голосуем. Кто за то, чтобы Елену крестить в этом году? Я за. Да. Марина Геннадьевна сказала все очень просто. Следующего года может не быть. Это надо все учесть. Что она знает, по вопросам, по всем этого вполне достаточно для крещения. Остальное в процессе и при научении. Что я в гордом одиночестве остался? Нет, давайте я тоже. А, двое, двое. Двое. И ты что думаешь, дольше будешь жить, а еще молчишь? Я не скажу. Врач, Виктор Андреевич, ты же прекрасно знаешь, как люди умирают незаметно. Я думаю, что Марина здесь, она как талантливый человек, слишком приукрасила все. Нет. Как? Именно что? Теперь докажи. Уже обвинение на Марину Геннадию, наше секретаря. Прекрасило что-то пылающий там храм, что мы крестим. Это так. На 15-й год самые искусные политологи говорят, вряд ли Россия выйдет из этого. Поэтому нередко было, когда люди дополнительные сведения получали, они переголосовывали. Я вначале думал, что воздержусь. Вот сидел и думал, воздержусь в данном случае. Но, вникнув в ситуацию, я смело поднимаю руку. Она не отвергает, разговаривает, сама подходит, учитывая, что у нее в жизни было. Ну что, ты хочешь, чтобы были все, как ты? Я батюшка на вопрос к вам расскажу. Итак, давайте проголосуем заново. Одним руком. Нам еще не стоило проголосовать и сказать, да что, Иоанна, сиди в своей Франции. А мы проголосовали. Это как батюшку одного судили. Ну, что-то у него там порубили лес-то. А судья-то вышел как, кто там, кон был тогда. И он говорит, вон, во Маиспобеде, прощал, прощал. Сколько раз, сколько раз. Вы проголосовали один раз, и вы не можете прощать. Итак, проголосуем. Ну, проголосовали двое за. Двое за, напишите. Я написала, два воздержавшихся, два за. Почему два-то? Три воздержались, три воздержались, двое за. Против-то нет, а воздержавшихся недостаточно данных было. Это достаточно, да. Это надо учитывать тому, за кого я голосую. На меня это накладывает отпечаток. У меня ничего с ней нету. Ни она, ни я, ни я ничего мы еще не делали. Совершенно свободно. Я просто вникаю в обстановку. Я постоянно говорю... Не скоро допускать из новообращенных. Вы говорили о сроке три года и прочее. Я об этом говорил не скоро. А вы слышали, что сказано? Оглашенных был полон храм. Но когда в этот день узнали, что будут жечь, им оглашенные только пришли в храм, а еще три года, все до одного были крещеные. Храм должен сгореть. И в честь этого святого, Анфима Некомедийского, в Потеряевке назван храм. Во имя святого, Анфима Некомедийского. Проголосуем еще раз. Иначе не давите. Ох, как они разговаривались. Анфим Некомедийский давит. Ладно, пишем как есть. Так, поднимайте, сидите, батюшка ждет вас там. Молись, Елена. Расскажи батюшке, пусть он маленько улыбнет. Мы старались сколько могли. Дальше уже нельзя. Скажут уже давление, тоталитарный режим. Там еще что говорят обычно? Сектанты. Ну, сектанты это не важно. Так, свободные люди. Так, следующий. Конечно. Добрались наконец. Меня зовут Александр Анатольевич Андрусенко. Не слышно вас будет. Вот сюда будьте. Садитесь. Поближе сюда перейдите. А лучше все пересядьте. Галерки сюда. Никита тоже Андрусенко. Анатольевич Андрусенко. Возраст ваш. 52 года из города Димитровград Ульяновской области. или 52. 52. Аааааа... что вы, что вы. А ты все? Я предприниматель, ну вообще у меня строительное образование, я строительный институт закончил, но с 92 года я предприниматель В строительстве? Нет, я строительстве работал, нет, у меня два производства, одно швейное производство, фабрика и мельница Я был в церкви крещён в младенчестве, но не удалось узнать мне, как я был крещён Я даже не знаю, может быть я и был по канонам, крёстная у меня была жива, но она не помнила, потому что она сама девчонка была И не помнила Но я посчитал правильным, воспользовавшись каноном в 84-м, 6-го Вселенского Собора Что те, кто не знают, крещены они были, а под словом крещены мы знаем, что есть слово «погружение», то есть «погружён я» или «нет» был Я посчитал для себя правильным принять истинное крещение в три погружения Но не надеясь на то, что мне простятся грехи, которые теперь у меня были за мою жизнь А именно не с корыстной целью, чтобы ещё раз мне бы что-нибудь было прощено То есть я вполне осознаю, что, вероятно, если я был правильно крещён трёхкратным погружением, то никакие грехи мои, естественно, они мне не будут смыты этим крещением Просто я хочу выполнить, исполнить правила канона, которые есть в нашей церкви И таким образом я решение принял, старый Я понял, для сестры было это непонятно как-то Не ради прощения, грехов, когда в крещении прощаются Он ответил абсолютно правильно Некоторый начинает, именно он знает, но теперь любыми путями получить крещение И чтобы, что уже натворил, натворил-то столько, что тюрьма, говорится, не принимает его И чтобы было прощено В первую очередь исполнить правду Божию А если это прощается, Господь усмотрит Он ответил чётко и ясно А не потому это, что с лукавством приходит Ему и крещение надо, теперь надо только выглядеть Ну ты ходишь на причастие Всё время прощаются грехи Мы же обновляемся Причастие к телу и крови Христовой Ответ абсолютно правильный Вопрос У меня вопрос к вам Вот в течение всего этого времени Вы в церковь ходили, вы были членом какой-то церкви Да, с 2004 года мы в церковь С 2004 года, это ваша суббота Вы ходили в церковь Да То есть есть у вас дети Да, двое детей Вы их воспитали в вере Божьей? Ну, мы, они уже взрослые были, когда мы сами сознательно уверовали Но, естественно, я приложил все усилия к тому, чтобы, как бы, свою веру передать и детям Они у нас верующие, ну, такие, нерождённые свыше, я считаю Пока, то есть они в церковь ходят, молятся Ну, пока так А себя вы считаете рождённым свыше? Ну, я не знаю, как бы так Предполагаю, но до конца я не уверен То, что Ирнатий Тихонович вот говорит о том, что это должно быть вот такое оно яркое какое-то событие такое Но у меня таких событий явных не было Единственное, что у меня, когда мама умерла Ну, я такой, ну, как обычный верующий ребёнок был Я пока был маленький, там Ну, мама меня научила, как она там могла Телевизор плохо показывал Я там обычно дома один был, выходил и перед иконой молился Господи, сделай так, чтобы мультфильм было видно То есть вот такая вера была Вот А потом, когда умерла мама и эти женщины, которые читают молитвы Ну, мы вместе стояли со всеми родственниками, слушали И меня ударили в сердце слова Господи, научи меня оправданием Твоим Вот Я подумал, неужели интересно У нас же, оказывается, есть что-то такое, что может перед суде Божиим, как бы, человек оправдать Это хорошо, что слово Божие вот коснулось, и оно возникло От этого родилась вера Потом, наверное, вот всё-таки, как у Игната Тихоновича, я сравниваю это вот Бывают роды естественные, стремительные, а бывает и трое суток, затяжные роды, что называется Да Не у каждого бывают их стремительные роды, они всё-таки редкая вещь Поэтому, конечно, это вот Не знаю У каждого индивидуально Я размышлял, потому что мне вот было трудно понять, то Вот этот момент, он самый сложный, о рождении свыше, потому что Я этот себе вопрос-то задавал, и Так как Игнатий Тихонович объяснял, у меня этого не было, как будто я так думаю Вот, но Я для себя понял так, что человек, который уверовал Который Чётко для себя принял решение, что он Никогда не может уже, как бы, переступить заповедь Божия То есть он Никакие обстоятельства меня не могут поколебать Они не должны, как минимум, поколебать меня к тому, чтобы я ради какой-то выгоды мог повернуть влево или вправо Вот И Как-то вот, не знаю Я думаю, что вот здесь вот эта именно решимость, как бы, идти до конца Вот Она, наверное, тоже свидетельствует о том, что это рождение происходит Это одно из проявлений рождения свыше Да Вот так Вот поэтому, как я понимаю, насколько это уже, как бы, кто-то может рассудить более правильно Я думаю, что так Вы венчали? Да Вы венчали? Да Вы венчали Ну, проголосовать, потому что батюшка ждёт Я за Препятствий нет, я этого знаю И фактически поручителя мне привёз с собой Много переписан, всё же не один год И он вообще помогает в миссионерских поездках И во всём, кажется, поддерживает Нашёл священника там, который крестить с полной погружением он был, но поплатил заранее денег Он спрашивал, что делать? Я говорю, бежит его, как от волка лютого Ты ему больше дашь, скажи Десятину он Работает Ему надо кормиться Но не сейчас Когда? Когда придёт время Ну и получилось, вот он приехал И Господь всё тушим устроил Значит, мы умеем встретились А это не один, мы фактически, наверное, трёх священников обошли То есть Ну, Десятину намерены платить? Ну, я плачу её Плачу её Так Прогласовали, написали Да, написали Все, да Следующее Андрюсенко Светлана Генриховна, 49 лет мне Являюсь супругой Александра, домохозяйка Платили Платили Вот В Бога верила с детства Потому что бабушка мне говорила А отчество, простите Генриховна Какой родитель? 66-й 20-й, 02-го 64-го Крестилась в 19 лет Но Вера была, вот как вот Я здесь слышала Мёртвая, живая из Сатанинска Вера была мёртвая Вот То есть я ничего не знала Крестилась в 19 лет И то потому что, значит, свекровь спросила Хотите венчаться? Мне показалось ей так романтично венчаться Она говорит, надо креститься Вот Крестилась Батюшка крестил Не обливал Не кратил Просто помазал водой И вот я всё и думаю, почему он ничего не сказал Ничего Что прощаются грехи Что нужно изменить жизнь То есть ни слова Молча совершенно Так это вот было у меня Сейчас уже, когда я к Вере пришла В церковь ходим с 2004 года Соблюдаем все посты Все четыре Среду и пятницу Ходим всё время на богослужения В субботу вечером И с крестением Утром И на все праздники церковные Вот И почему решила крести Ну у вас Потому что, наверное, промысел Божий Потому что, как уже сказали К трём обращались Вроде да, да И буквально накануне нет И где-то, значит, деньги И где-то там В общем не получалось Но я почему-то как-то Сознать всё время Я была даже уверена Что мы приедем сюда Не знаю почему Вот У вас Потому что вы Как бы принимаете Благодатность Патриархата Московского Потому что мы ходим В церковь православную Московского Патриархата Вот И вот я считаю Что такое принятие Крещение Ну это как-то самое правильное Потому что Да ты уже узнаёшь человека Ты видишь Как он к этому стремится Как он Крещение Вернее верование Оно изменило Хочу ещё За счёт супруга Он говорит Не знаю рождён свыше Или нет Я считаю что рождён Потому что он совершенно Изменил свою жизнь Вот Начиная с внешнего облика Кончая жизнью самой И всё время Проповедусь Всё время Даже когда на Пасху Ходят дети И как-то вот Ну раздают же Да Христос воскресе Раздаёт Он говорит Нет мы будем рассказывать Детям о Боге И то есть вот мы запускаем по частям Мы рассказываем детям Мы спрашиваем Задаем вопрос То есть Всё время Он всё время в проповеди Ну вот Я также вот в сестричестве Ну От церкви Выходим в больницу Вот так что А Домашняя церковь есть Как вы считаете Да конечно Вместе на молитве Утром Вместе на молитве Утром Пусть это только схватки Да Как бы вот в рот Пусть это только схватки Но я считаю что уже Вместе на молитве Александр вы не дали написанное Здесь Я не понял Эта Лена ушла Она отдала написанное Ага Это Марина Нет Не отдала Нет Не отдала Не отдала Не отдала Ну почему же не отдала У нее написано Она мне показывала Обязательно несите Ну ладно Потом он принесет Когда выйдут Неудобно Так Вопросы Ой У меня вопросов нет Отголосуем И отпустим сразу Пусть уходит батюшка Что-то там сделает Да Так Пять Да Все свободно Идите в батюшки У нас еще Господи Да Который будет окончаться Мы долго вас знаем Поэтому Туда получаем Колесников Никита Андреевич 26 лет Приехал с Украины Проживать в России Ну состоять Чтобы в общине этой Благословенной И тут духовно возрастать Трудиться Богу Раскрывать свои таланты До 24 лет Ну Бога ничего не знал Не интересовался особо так 24 года Это произошло у меня Встреча со Христом С тех пор Моя жизнь сильно изменилась Что вот Спустя полтора года Я тоже Довольно греховной жизнью Жил там Пил и курил Наркотики там принимал А спустя там Полтора года Мне уже Благоставляли В Прочаевскую семинарию На священника идти учиться Ну я отказался Ну условно Ну к тому времени Я уже Глубоко то улыбился Православием Ну такое обрядово Византийское больше Служебное А так что по Евангелии По Библии Не встречал никого Ну всегда молился Господу Сказано что С веры вы просите молитвы получите Ну Господь Мне в конце концов Спустя Ну ролики там С Сосиповым С стенями Канал Видеоканал С открытым локом Я уже добивался Сюда приехать окончательно Уверен был Что здесь мне место Я тут Больше нигде себя не видел Ну вот Вот и здесь Крещение Принимал владенчестве Ну никто Нема свидетелей Мать не помнит Как меня крестили Погружение Погружение У нас село-то не так и большое Семься четыре священника только В армии у нас говорили Чтобы хохол ушел без лычки Из армии Да не будет того Любыми путями это бьется Вот они ведут священники Возьми архиерея Они все на Ох Откуда они есть И поэтому Говорит что там было полное погружение У меня даже пол процента нет на это Сколько их было здесь Ни одного не встретил в своей жизни Чтобы он был крещен И поэтому они насаждают Бродобритие И такое обращение Беззаконное кощунство над таинством Так назовут А кто поручитель у тебя? Да Тихонович и Владимир Пашенко Вот вы с ним больше в контакте Мы не знаем Говорите Я просто скажу Кто-нибудь говорит В его возрасте За последние десятилетия Более бестолкового человека не встречался Только это хорошо Вот именно Но у него есть положительное качество Он не самооправдывает И выслушивает то что ему говоришь Он как бы боится Принимает обличение Если гвоздь надо вытащить где то Он по нему Ну 181 раз стукнет Вот так потихоньку Как будто разговаривает Как будто гладит какую-то птичку Гвоздь Любое дело А потом покажешь Грижова уже начинает Нормальные гвозди вытаскивать Это что? Его учить как пятилетнего ребенка надо Ну Сказать то что Ага вот такое Я сказал Чтобы я поверил Что ты в Борисполе Подойди Как называется Главное Городской ОВД И Сфотографируйся Вот так Покажи руки Фотографию такой По заказу сделал Дальше Пойди в военкомату Повернись в профиль Отдай чьих И копии Трудовой Военного Он мгновенно все сделал Он звонит Один раз Другой раз Третий раз Я сказал Больше не звони А он священник Я говорю Иди работа в шахту Ну Как то В таком возрасте Я ему стихотворение послал Не мое А ему двадцать шестой год Но если четверть века позади А ты еще не звонок и не ярок Еще не приготовил свой подарок То от тебя подарка И жди И как тронул стихотворение Видите как Поэтому у Бога все это вымерено Огорчает он меня безмерно Ну на всем Вот Допустим сказали Неси бревно Два брата И он Неси бревно Он берет несет И второй подобный ему Они бревном поперек двери Вломились Оба давят Я прихожу на другой день Они не обедали Не завтракали И бревно давят Не проходит Он будет давить Ну Это готовый монах Православный Ему цены нет Совершенно не дома И будет сломиться Он будет Двигать Потеть Это в житиях написано Он готов настоятельным В дальнейшем будет Так что У него великое будущее В монашесстве И совершенно Никому неизвестный Уврет Потерявки Так Ну он Сейчас уже у меня Поставили начальника Надо где-то Костер разводить Это важно Да не важно Это важно Как картошка пропечется Ребятишки Чтоб не сгорели Не баловались с огнем Где-то И он безотказанно там все Волочет Тащит Но обличение принимает Юмора не лишен Юмора не лишен Но Его жалеют В общем дело То я его Он что-то сделал не так Без завтрака И с Украины Звонок уже поступил С Домска по-моему С Домска Что вот такое Я его полюбила уже Я мать сама такого И вы Кто это голодом лечит Я говорю Господь целые страны Карат голодом пока обратятся Ну что сравнивать Вас и его Вы из первых дней Что называется Приучены были к этому делу Которого я выделил сейчас На руководящую работу Девять лет А Несторас Пеленок воспитывал А то я Игнать Иванович Можно мне Ну как пусть скажет Второй Я что могу сказать Никите В чем-то мы с ним Даже очень сильно похожи Я когда сюда приехал Я тоже кучу обличений получал От Игнатьева еще дома А на работе От Игоря Дубунова В оконцовке В оконцовке Я оказался на Урале Заново То есть пришлось возвращаться Убежал От потерявки Сел и до Барнаула Гнал Полностью Так что я его понимаю В нем В чем у меня Какой недостаток Заменил В нем какая-то обидчивость Есть Обидчивость Вот когда какие-то замечания делаешь Обидчивость Да Там что-то не дали Обидишься с обидой Да-да-да Вот бороться Чтобы он победил Он нас подкусит сильно Обида вообще не христианская Даже Даже разговаривать не надо Вот Игнать Ильич Вот то что Говорят Что он там То-то не умеет делать Потому что он городской житель И он такую интересную Мне фразу сказал Он говорит Я там будучи Живя в городе Думал что Кто живет в дереве Это в деревне Люди отсталые какие-то А сюда приехал А себе узнал конечно У него есть хорошее качество Он любит писание Я замечал Он сам сидит Занимается Его не надо подталкивать Еще что Много Я заметил Много смотрят Разных фильмов И вот это меня настораживает В интернете Очень много смотрят Разных фильмов Вот это меня настораживает И таким я Не смотреть Без разрешения Без цензуры Пащенко Владимир Александрович Обращает То есть Он к нему привык К компьютеру И уже как бы Душевредно Там много Наркотик А он как наркотик Ну по компьютеру Я уже к нему обращаюсь Еще где там переключить А без него как правда Меня тоже обращаюсь Вот так Ну все понятно Он уверовал Вопросы Их надо отпустить Скорее двоих Чтоб батюшка не ждал Вопросы Разочарование есть Сколько уже месяцев Покажи Лучше Лучше с каждым днем Все как-то Слава Богу Вот так Голосую Да Какие двоих годы Жениться На проповедь надо А потом жениться Так Следующий Давай Голендухин Владимир Юрьевич Город Таеш Сверховская область Голендухин Голендухин Да Владимир Юрьевич Мне 49 лет Я являюсь Работаю Создатель Руководитель Авторской школы Детской Более 30 лет Являюсь И учителем И руководителем Этой школы В нашем городе Частная именно школа Да Да Город Веж Город Веж Да Скловская область То что касается Пути к Богу Он начался у меня С детских лет Примерно в третьем классе Даже меньше У меня Очень Угнетала Смерть человека То есть Это мне было Очень-очень тяжко Человек умрет Что же дальше И вот я Помню Плакал даже И Такой Уеденный Образ жизни Я тоже Уходил в лес Размышлял Что это Как это так Неужели так Жизнь наша Такая Более Радостная Жизнь Это меня Привело К астрономии И впоследствии Создание Вот Моей Аферской школы Вот Чем я сейчас и занимаюсь На Крестился То есть Путь Бога Он был тоже Вот такой Знаете Мертвая вера Я крестился 27 лет Посещаю храм До сих пор Да То есть Никакого Какого-то Оглашения Никакого Подготовки Практически Не было То есть Просто я Пришел и решил покреститься Но Ничего этого не было То есть Ни о Христе Ничего Священник не рассказывал То есть Это было крещение Обливание И затем Я искал Но это меня не остановило Потому что Ничего не получил Стал искать дальше Пути были Очень большие То есть Я читал Размышлял И в конце Ну это долгий период И в конце концов Вот Что меня Резко изменило Встреча с Игнастиком Петровичем То есть И внешне так же И конечно Вот Каким образом Я Посмотрел Значит искал Ну смотрел Тоже Осипова Довольно много Дмитрия Смирнова И Увидел ролик Такой Да И конечно Андрей Кураев И увидел ролик Первый Значит Ну скажем так Комментарии Геннадия Тихиновича По поводу Кураева Увольнения Вот Что это за такой Такой Резкий Такой Старичок Обличает Мне это заинтересовало сразу Я стал Смотреть Выходить на канал Что это такое Владкин Игнат Тихонович То есть эти ветви Да Вот И потом Значит посмотрел несколько роликов Сначала Вроде как-то он Резкий показался Такой Вот Все так Вот Нисколько смутило меня Потом я Некоторый привет сделал Потом снова Все таки решил Дальше смотреть И Значит Потом я стал смотреть Собрание Значит Собрание вашей общины Стал потом смотреть Занятия Практически не пропускать У Игоря Дубунова На квартире И Собрание После собрания Ваши занятия Почти год Все ролики Смотрю все Вот И В конце концов Я измелся Внешне Вот Да Ну вот Кстати Благоветствовал Бородой У себя Бороду не стрижете? Нет Ну вот здесь Не заметил Да А здесь Не трогал Не трогал Не прикасайтесь Вот И у себя Дети вдруг Увидели с бородой Посмотрели Владимир Владимирович Это вы? Да А что это так вдруг? Ну вот Ну я им рассказываю о Боге То есть на своих занятиях У нас Скажем Я проповедую детям Это У себя в школе Я могу Я не государственный Поэтому я могу Мне это разрешается А родители детей? Они Они не против Не имеют ничего Я наоборот У меня такой Как бы Заброс на будущее То есть я пытаюсь Детям Проповедовать Чтобы родители Их Каким-то образом Обратились Вот Через детей Вот Поэтому я очень Благодарен Именно Игнатью Диконовичу Что он Собственно Да И самое важное Что в церкви Вот Православный Я причащаюсь То есть Ну причащался До времени Исповедовался Значит Соблюдал все посты Среды и пятницы Это все соблюдали Вы запомните Завтра Все кто проходит Соглашенными Обязаны выйти Я был в одном месте Где-то там Не приняли Мы когда едем У нас У всех документ от батюшки Что мы не на замечании И можем причащаться Без документа приехал Такое место Где Никакого вопроса нет Никакого вопроса Это закон А такой закон должен быть И я не увидел Вот именно Того Вот Как у вас все это построено У себя Значит В храме И поэтому Вот Настолько Разревновал Что увидел истинное православие Потом прочитал книжку Значит у меня И еще Вот такой момент был Значит Поскольку занятий у нас не было И потом появился у нас Володя Пищиков В краме Стал занятия проводить И я вот Задал вопрос А кто такой Игнать Владкин Священник Он говорит Вот у нас же И вот Володя Пищиков Он знает И вот мы таким образом Познакомились Поднимал хрещение у нас Да Вот я его в поручителе Записал И он говорит Так вот Вот же я Я могу рассказать о нем Так вот И он это самое Так вот Пожалуйста Я Он мне рассказал многое Вот О том И Ну вот Я решил Принял решение Что Должен Правильно Да То есть каноны Я вот узнал Из меня ответственность Каноны нарушаются Я их сам увидел Эти нарушения Церкви И поэтому Принял такое решение Приехать к вам Вот видите Вот еще тут можно сказать Ну Я резко Вот они Говорил То другое А какой результат Надо смотреть по конечному результату Да Я еще хочу Заметь Что Я увидел человека Который Не укавит Он живет Вот Свою веру Показывает Вот так Златоуз Особенно это подчеркивает Когда врач Наносит Резкое движение Рукой И отрезает гнилье И больно И горькое лекарство А по другому Жизни тебе нет Сегодня этого нет Священники приглаживают Он говорит Губкой размазывает гной Вот весь ответ Все они любят Как их назвать Любвисты Головку поцелуют А внутри гнилье одно Ты однажды выйди И скажи Прочно вождение Иду за Христом И ты увидишь Как пошатнутся эти стены Которые окружали тебя Даже вблизи не останется дыма и праха Пыль до неба поднимется Принимая этот Вызов Принимаю Вызывают Архиерея или кто Спокойно помолись и иди Вот образец у нас Просто образец От Особолев и Юрий Преподаватель университета Преподаватель одновременно в академии Город Красноярск Ведет занятия при епархии Ну и когда стал готовиться к окрещению Полное погружение Узнал что только было Обливание Как там закипели вокруг Потом стали углажать И покрестить тебя Но только чтобы и другие А там Кочетковцы очень сильно развивались Кочетковы Я не знал То есть это что-то у них много У них столько заблуждений Не евангельских Там не верия в нечистую силу Что если Я все выставил Да как это так Я всегда думал что Это самые передовые Но за этим Они приезжали Даже женщины говорят Ну то что они к нам Приехали в общину Надели бриты Да неужели это так Это может быть Вот однако Такая вот история Так Вам вопрос Семейное положение Жена Жена Она говорит Она говорит Езжай Благословила Да Так Это просто вопрос Там когда будете Никогда не умолкайте Благорестовать Благоразумно будьте Узнал истину И сокрыл ее Да Закопал талант Помните это Не смотрите Ни на какие угрозы Чего-то тебя лишат Какой-то должности Не будут причащать Это не имеет Никакого значения Когда будет суд Божий И мы предстанем перед Богом Бог дал шанс Однажды я им не воспользовался И Бог передаст другому Не думайте что мы незаменимы И прочее Бог Отнимает у одного Отдает другому Отнимите у него Отдайте другому А у него уже есть Это не ваше дело Я начинал говорить о крещении С полным погружением 50 лет назад Больше полвека Вообще не двигалась Я каждое пасхальное послание Всем до одного архиерея посылаю Священникам Отпечатал от руки Интернета не было Ничего И вдруг в одном месте строят Сделают И посылают посыльного Идите скажите Игнатию Мы построили Я говорю Вы не для меня строили А сами плитой Мрамор накрыли Почему? Не провозгласили Вот это мочение Безумием Она На равных А что нужно сделать? То что делаем мы Патриарх должен найти Какого-то схита Монаха Странной степени Раз ему нужна святость Крещённого Правильно И покреститься Независимо от того Что он патриарх Тем более с него будет спрос Тем более Алексей Второй об этом говорил Крещение принимать Там где есть бакистерия Где учат Я в этом материале К истинному православию Всё указал Из какой страницы Какой журнал Нигде никому не уступайте В этом вопросе Прослушал Помолился Спорить не надо Возвестил Истину отошёл Никогда не спорьте Возьмите за себя Христос не спорил Я вывел из речения Спорит тот кто ничего не знает Знающий Возвещает истину Точка До свидания Если он Не так делает То есть он не принимает Человек начинает злиться Зачем Он не прописан на небе В книге жизни его нету Он прописан В другом месте Отойди Поскорби о нём Не суди его Вот и всё Я имею Просто наработки Такие Которые Дают покой в душе Я всё время спокоен И всё время Радуйтесь Тебя Бог Избрал Тебя открыл Цени это И никогда не уступай А он не даст Причащаться где-то Незаконное отлучение Падает на отлучающего Те которые не отпускают У него изо рта Видно затылок В житиях святых Он полностью прогнивает За что Проказа села За то что незаконно Не допускал до причастия Аминь Всё Этого не бойтесь Бойтесь за того Который это будет делать Не будь виновен Перед Богом А разрешиться Златоуст говорит Всякая клевета Всякое поношение Вот это отлучение Это мокрая солома Это мокрый хворост Который бросает на костёр А когда подсушит До неба огонь Изметнётся И тогда все это Увидят Скажут Был среди них пророк Если один пошёл этим путём Все могли пойти И ты один делаешь Виновным Всех Которые вокруг тебя были Слова Иоанна Златоуста Если он один нашёл путь Почему вы не нашли Ни советская власть Ни патриархия Ни сектанты Ни масоны Никто тебе не может помешать Я и Бог Я вложил свою руку В его десницу Я тебя не покину Я доведу тебя Говорит Я умер за тебя Ты моё сокровище Я берегу тебя Вы же знаете как говорят Когда трудно было человеку И он умер Рассказ такой И он говорит Господи А почему вот в таком-то году Ты меня покинул Он говорит А видишь вот следы-то Шли рядом Ну вот я вижу А тут один след Так это мой след Господь Говорит Я на руках тебя нёс Ты вообще был безмолвым Это может быть придумано Но придумано очень интересно Голосуем Голосуем Выходите Принесите Сейчас я принесу Исповедание Давайте Пишите Физулов Борис Георгиевич Родился 8 октября 83 года Из Барнаула Работаете где? Работаю Преподаватель Физико-математика ИТ-специалист Нахожусь в венчаном браке Венчаном уже? Венчаном А родился какой еще? Повторите 8 октября 83 года Как вы услышали О том что нужно Правильное крещение иметь И как оказались здесь Вот этот путь кратко Ну тут Кратко я даже не знаю Как получится или нет В 91 году меня крестили Ну был Как я считаю Начальный этап крещения Который был не завершен И который надеюсь Завершить завтра Если будет на то Благословение Свыше И когда Вот было крещение Это сразу принял Иисуса Христа Ну как данность И вот сейчас Именно здесь я задумался Откуда Почему я именно это Когданость принял И Думая понял Что у меня была Прабабушка Меня очень часто В деревню отправляли На все лето У меня была Прабабушка И она была Ну как говорят Достаточно очень набрана То есть во первых Всю свою жизнь она трудилась Во вторых Утро Вечер Молитва Днем молитва Начало Конец Обед Молитва Перед едой И то есть она для меня явилась То есть с одной стороны Она была для меня Как-то непостижима А с другой стороны Она для меня Являлась каким-то Таким примером Особого человека И собственно Когда я принял крещение Я вот понял Что вот тот образ жизни Ее Который был у нее Я как-то понял Что вот это и есть нормальный образ жизни Это само разумеется Само собой разумеется Что вот Она точно веровала Она за кем-то шла И это вот само собой разумеется Что нужно идти За Иисусом Христом То есть она веровала В Иисуса Христа Коротко на вопрос Ответьте Как услышали И как пришли Дальше в начале Это было в начале Четырнадцатого года То есть на протяжении Этого года Всего этого времени Я веровал во Христа Но вот Какая-то острая необходимость Появилась в начале Четырнадцатого года И я нашел курсы Катехизационные Онлайн Начал их изучать И там Внутри почувствовал Ряд несоответствий То есть В частности Там речь шла о канонах И услышал такую фразу Которая как бы меня Немного поразила Что мы каноны Не Отменяем Мы ими просто Не пользуемся Мне показалось Что это как-то очень странная Неправильная фраза К тому же те каноны Которые я услышал Которые вроде бы Которые не пользуются Мне не показалось Что есть Какие-то основания Их не применять Я начал искать Ответы на вопросы И наткнулся на канал Во Свете Библии Игнатий Тихонович Лапкин Прослушав Несколько его лекций Ряд вот этих Противоречий Которые были Они снились Во-первых Что перед крещением Необходимо оглашение Чтобы понять В чем суть Веры православной Заключается И не просто веровать Потому что я родился В России А понимать Суть этой веры Иисус Христос Является для меня Спасителем Который Пришел Чтобы искупить Мой первородный грех Своим собственным Путем Указать Путь ко спасению В царство Вечное Нахожусь В венчаном браке Брак единственный Первый Единственный И есть Дочка крещенная В Барнауле В храме Ивана Богослова Православного Параскива Сейчас ожидаю Сына Рождение сына В конце июля В начале августа Супруга У меня тоже была крещена Вот таким образом То есть Ну не была крещена Она верует Но Вот В этот период Не получилось Потому что уже Три недели осталось До И я Во-первых я решил Что первоначально Нужно самому Укрепиться в вере И параллельно Вот я с ней занимаюсь Это первый момент Второй момент Она меня благословила То есть она не является Абсолютно против То есть наоборот Только за Чтобы я укреплялся В вере И конкретно Вот в этой общине Ну а Услышав Игнатия Тихоновича Ну уж так совпало Что в Барнауле находился То есть первоначально Я даже не знал Что в Барнауле когда услышал Ну и что Стопы сами То есть позвонил сначала Обратился Чтобы приобрести Книгу которую Как я считал Будет являться Таким руководством По вот этому пути То есть не просто Я кричусь А что у меня жизнь Вся дальнейшая Должна быть сопоставлена С Писанием Чтобы ну соответственно Пройти вот Тем путем Путем спасения Который указал Иисус Христос И соответственно Священном Писании Священном Предании Которые Учителя Православной Церкви Какие то моменты Растолковывали В частности Это вот толкование Иоанна Златооста Блаженного Феофилакта Болгарского И так далее То есть Что я Из Святых Отцов Допустим Читал Сказать что Полностью все читал Нет Это немного Иоанна Златооста То есть Из его 16 томов По моему Сколько У него 12 томов Да Из 12 томов Я выборочно смотрел Какие то вопросы Ну Серафим Саровский Феофан Затворник То есть Какие то его мысли То есть Не полностью все А вот какие то мысли его смотрел И каждый раз Их слова Это были как бальзам для сердца И то есть Считалось как то Априори что В них уже содержится истина То есть вот она просто Как воспринимается истина Позже Еще Ну вот недавно Причислили к лику святых Это вот Паисий Святогорец Это вот Афонский То есть Читал его Книги Мне понравились Образным языком Достаточно То есть Многие понятные вещи Описывал И еще плюсом То является Что он Ну как бы наш современник То есть Он может приближен Описывать И подробно те темы Которые волнуют нас сейчас Так Вопросы Отпускаем Прогласуем Батюшка там уже заждался Ему еще такую службу вести Так Запиши Так Спасибо Господи Если бы все Которые обратились в этом году по интернету Здесь до стола не вести Ни один год у меня не было Чтобы руководителей сектантов Столько человек пришло При святера За тобой какой то Что то Какой то толщок дает Чтобы мы Поропились Степаненко Максим Валериевич Степаненко Максим Валериевич 43 года Живу в Томске С ноября 2000 года И по ныне служу миссионером Дух и партия Уфимской и Томской Ну уже 15 лет служу Женат четверо детей Я слышал Я слышал Вчера тут разговоры У вас были какие то Вы сказали У вас все там кипит Работа такая идет Это похвально Поэтому лишние вопросы не задавать Надо помнить что перед нами стоит Отпускать И вопросы это Если они не разрешаются Двери мои открыты То есть и в интернете И везде В любой момент У нас что то такое Было бы Есть вопросы Которые Надо еще пообсуждать Там военная служба Там присяга Это все Уже не относится К окрещению Это все в процессе жизни Потому что Елых ехал Вода А что препятствует Никаких подробностей Ничего нет Потому что Отпечаток того Где мы находятся Естественно Налагается Тем более если человек При должности еще Это непростой шаг Пойти на На прямое сближение С Богом Согласно его службе Он классится Никаких Он Он Ух Скажет Он